К сожалению, пока нечем похвастать дворам на улице Декабристов. Власти Сургута вновь были вынуждены инспектировать фронт работы. Вывод, который сделала администрация, неутешительный. Заместитель главы Николай Кривцов рекомендовал разорвать контракт с подрядчиком, который сорвал сроки сдачи объекта. Напомним, что территория у четырех домов должна была быть закончена еще 15 сентября. Мы уже делали репортажи с улицы Декабристов 10 дней назад. Однако асфальт на щебне там так и не появился. Чем грозит хотя бы один день просрочки теперь и что намерены предпринять, чтобы у истории был счастливый конец? Детали у Дарьи Давыдовой. Мое мнение сейчас, однозначно расторгать договор нужно с этой компанией. Такой вывод делает заместитель главы Сургута Николай Кривцов после обхода четырех дворов на Декабристов 1, 3, 5 и 7. Закончить объект, а здесь администрация запланировала комплексное благоустройство. Строители должны были еще 15 сентября. Наша съемочная группа работала здесь 21 числа. Визуально за более чем неделю не изменилось ничего. Жители утверждают, что из всех подвижек фонари да бордюр в одном месте. Они поставили здесь столбы и там, на той территории. И, в общем, это все закончено у них. Осталась только, видимо, комиссия, которая должна принять все это дело, и фонари будут светить. А все остальное, как было, так и есть. Вот сегодня только с утра я пошла, смотрю, бригадир там. Два человека их, бригадир и рабочий один. Они доделывают бордюр около седьмого дома. Самый большой объем работ, который здесь еще предстоит сделать, это асфальтирование. Материал, который укладывают во дворах, можно применять в случае, если температура не ниже 8 градусов. Прогноз погоды на ближайшую неделю намекает, что уложиться в нормативы у подрядчика все меньше времени. Одна из проблем, по словам сотрудников компании, которая занимается здесь ремонтом, нехватка людей, что вполне предсказуемо из-за пандемии коронавируса. Он сказал, что заканчивают объект, они на набережной, и всю технику, и людей всех перебрасывают или завтра, или послезавтра сюда, к нам. А еще ковид помешал вовремя закупить материалы. Одно к одному привело к критичному срыву сроков сдачи объектов, за которые, между прочим, частично платят жители. 10% от общей суммы. С четырех многоэтажек в общей сложности получается порядка двух миллионов рублей. За каждый день просрочки подрядчик будет выплачивать штраф. Сейчас, по словам Андрея Шемета, руководителя Центрального ДЭЗа, управляющая компания попробует привлечь других рабочих на помощь нынешним. ЦЖР выступил здесь с заказчиком и, понимая, как сложно сейчас будет найти тех, кто возьмется за доделку дворов, готов дать еще один маленький шанс партнеру. Разорвать договор – это просто, найти подрядчик очень сложно. На сегодняшний день организации, к которым мы обращались, они все имеют свои объемы, и свободных у них сил нет. Поэтому день-два, наверное, потерпим. Не советуют ждать Центральному ДЭЗу заместитель главы Сургута Николай Кривцов. Он курирует коммунальный блок. В ремонтируемых дворах бывает регулярно, потому уверен, что фирму, которая в срок закончит благоустройство, найти можно. Каждый день простоя грозит уходом в нарушении температурного режима. В холод асфальт класть разрешается, но другого состава он дороже, и материал придется покупать с нуля. Подрядчику, который просит на завершение объекта еще две недели, Николай Кривцов не доверяет. Если говорить откровенно, нет, не верю. Даже со всеми, ну, с максимальным тем задором, которым они там чего-то пытаются делать сейчас, ну, этот подрядчик в том объеме средств и сил, которые здесь есть, ну, не справится. Поэтому сегодня я дал указание, прямое указание руководителю ДСЦЖР, просто взять ситуацию на себя, скажем так, удар, и своими силами найти достойного подрядчика, который выполнит эту работу. Общая стоимость комплексного ремонта четырех дворов на улице Декабристов – почти 22,5 миллиона рублей. Дело не только в том, что есть риск уйти в 2021-й, не освоить эти деньги, которые в другом месте, наверное, выглядели бы уже как свежезаасфальтированная и благоустроенная территория. Ежедневно здесь страдают люди, которые ломают ноги, шагая по щебню от своих подъездов и обратно. Мы договорились с властями посетить дворы на Декабристов на следующей неделе, если еще за семь дней ситуация не изменится. Разговор со строителями может принять совсем другую тональность. Дарья Давыдова, Вячеслав Ширкунов. Сургут. Интерновости.